Очень сильно боятся консолидированные позиции Запада касательно ударов по территории Российской Федерации в Кремле. Просто паникуют. Только Путин один спокоен, но кажется, что его просто обманывают в который раз. А между тем мы видим, что мир говорит, пора ставить точку касательно Российской Федерации, где и в самой внутри беспокойно заканчивается бензин, заканчивается все. А тех проблем, которые сейчас возникают просто повсеместно, мне кажется, для путинской России, будем говорить просто сейчас. А может я и ошибаюсь и сильно рано радуюсь, посмотрим. Ирина Узлова, меня зовут, и со мной Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки. Сергей, здравствуйте, рада вас искренне видеть. Здравствуйте, Ирина, я тоже очень рад и привет всем нашим зрителям. Спасибо, что находите время. Я предлагаю посмотреть кратенькое видео, а потом объясню, зачем мы его смотрели. Оно даже было приятно, поэтому будем стараться подавать добрый пример. Спасибо вам большое. Вот дочка у вас на коленях меня рассматривает в бинокль, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов. Всего доброго. Всего хорошего. Вопрос, мне кажется, конечно, к специалистам другого немного профиля, чем мы с вами, но тем не менее, показывает ли нам вот этот вот субъект, что его уже и действия, которые мы видим со стороны западных союзников, решительные, что его уже не боятся? Ну, он живет в своем собственном мирке, у него абсолютно он неадекватно воспринимает действительность, и поэтому, в общем, он в своей этой действительности его все устраивает. Его все устраивает, и больше того, он тогда общается с таким народом, так сказать, это понятно, что это была история. Сегодня были какие-то там награждения, и он, значит, там передавал награды многодетным семьям. Это, я так понимаю, разговор был с одной из таких семей по удаленной связи. Ну, во-первых, должен вам сказать, что ему 72 года, и, безусловно, у него стоят линзы, то есть он не носит очки, вот я, например, не стесняюсь, например, надевать очки, вот, а он стесняется, и поэтому у него стоят линзы в глазах, и он, типа, говорит, что мне никакого бинокля не надо. Ну, конечно, тебе не надо бинокля, потому что у тебя стоят линзы, вот, и поэтому ты делаешь вид, что у тебя все с глазами нормально к 72 годам, вот, а также там со всем остальным, вот, но мы понимаем, что человек стареет, человек глупеет, то, что он несет довольно часто ахинею какую-то, это просто совершенно понятно, вот. Но он в своем, в своей вот этой информационном пузыре, в своем информационном пузыре, ему абсолютно комфортно. Это видно, кстати, вы знаете, у него нет никаких проблем, у него, он абсолютно уверен в своей правоте, он абсолютно уверен в том, в своей лжи, и это самый страшный вариант, кстати, лжи, потому что, вот, когда мы вместе с ним учились в одном учебном заведении в шпионском в 1984 году, то там нам преподаватели говорили, что вы, как шпионы, будете постоянно заниматься тем, что вы будете лгать. Но самое главное для вас знать, что вы лжете, потому что тогда вы знаете, где вы лжете, где вы не лжете. Тогда вы будете, может быть, человеком плохим, но это профессиональная, так сказать, необходимость для шпиона, вот, но вы будете человеком здоровым. А вот если вы на определенном этапе поверите в то, что вы лжете, вот тогда вас просто надо будет класть в психиатрическую лечебницу, потому что вы сойдете с ума. Вот у меня такое впечатление, что Путин потерял грань между восприятием реальности и то, что он, в чем он себя самого убедил, вот, и сначала у него были сомнения, сначала он просто лгал, но знал, что он лжет, а потом с годами, поскольку это уже продолжается больше 25 лет, он перестал делать различия между тем, что он лжет, и реальностью. И поэтому, когда он выходит и говорит, что Украина напала на Российскую Федерацию, он абсолютно в этом убежден. Вот просто он верит, что Украина напала на Российскую Федерацию, что Российская Федерация защищается, да, вот. Вот, но вокруг него нет же нормальных людей, вокруг него нету психиатров, вокруг него нет нормальных людей, которые ему скажут, слушай, дружок, а чьи танки-то на чьей территории, то есть вот на чьей территории танки, российские танки или украинские танки? Он говорит, это не имеет никакого значения, все равно Украина на нас напала. То есть вот, знаете, как вот вы, значит, разбиваете себе голову о бетонную стену, а потом говорите, бетонная стена на меня напала и разбила мне голову. Я, 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 и в это можно самому поверить, да, но я просто, у меня не складывается. Да, потому что, ну, имеется в виду, что ведь реальность – это всегда вещь довольно относительная, потому что, вы знаете, были такие эксперименты, когда, вот, допустим, вы приходите в коллектив, где вы видите, что стоит белый стул, да, а те люди вокруг вас, им задают вопрос, вот вас сажают и начинают спрашивать там, допустим, 100 человек вокруг вас, и их спрашивают, какого цвета этот стул? Первый человек говорит «черного», второй человек говорит «черного», и вот 99 человек говорят «черного», а потом спрашивают вас, какого цвета этот стул? И большинство людей, которые подвергались такому эксперименту, говорили «черного», хотя они видят белый стул, потому что они просто не решаются. У них возникают сомнения, они говорят, а может быть, я сошёл с ума, может, я заболел, потому что если 99 человек говорят, что это чёрное, а я вижу, что это белое, может, у меня с глазами чего-нибудь? И зачем же я буду говорить? То есть если бы человек, у него было бы ощущение своей силы и правоты, он бы сказал, вы знаете, я удивлён, потому что 99 человек сказали, что чёрное, я вообще-то вот своими глазами вижу, что это белое, вот, поэтому вы меня извините, но вот у меня так вот, но большинство людей говорят чёрное. Ну, хорошо, но неужели ему не докладывают и не объясняют, не видят, что у него происходит атаки уже возле самого Керченского моста, потери кораблей, по 4 катера, паромы, уничтожается просто всё, мечта в прямом переносном смысле идёт на дно, удары по нефтеперерабатывающим заводам, Минэнерго РФ даже не хочет Росстату давать показатели о потенциалах и о ресурсности топлива, бензина и дистоплива и всего остального. Неужели он не видит, что дают добро западные страны бить их оружием по территории Российской Федерации? Он уперто продолжает верить, что стул по-прежнему чёрный? Или всё-таки ему искажают специально действительность, подавая информацию, или вообще не подают информацию обо всём? И то, и другое. И то, и другое. То есть, с одной стороны, он перестаёт уже видеть то, что реально происходит. И с другой стороны, когда люди убеждаются, вот опять же, вы являетесь начальником разведки, или, я не знаю, директором ФСБ. Вы приходите и приносите доклад Путину, и говорите, что вот тут мы провели исследование, и стулья в вашем кабинете все белые. А Путин вам говорит, вы ничего не понимаете, вы плохо работаете, потому что я точно знаю, что все стулья в моём кабинете чёрные. И опять же, та же самая ситуация. Люди перестали ему заносить бумажки, потому что они знают, что если он говорит, что это чёрное, тогда ему надо говорить, что чёрные стулья у него. Хотя все видят, что они белые. И всё. И вот таким образом, кстати, он попал в ловушку, например, 24 февраля 1922 года, потому что ему генерал Беседов с 5-й службой ФСБ говорил, что в Украине все коплены, Украина ждёт, не дождётся, как Российская Федерация её завоюет, что всё произойдёт так же, как в Крыму в 2014 году. Значит, никто не будет ничего делать, все сдадутся, через три дня Киев, и проводим парад, сажаем Януковича обратно, и всё замечательно. И самое интересное, что ведь такой же точки зрения придерживалось большинство западных стран. То есть тогда, когда Украина начала защищаться, ведь Зеленскому американцы предлагали вертолёт, чтобы его эвакуировать в Польшу, и дальше правительство в изгнании, Украина, естественно, сдаётся, не может противостоять Российской Федерации. А потом, когда Украина начала воевать, она удивила всех, удивила россиян, потому что Российская армия не была к этому готова, но удивила Западную Европу. И когда Западная Европа увидела это, вот тогда она стала говорить, а, мы им там каски какие-то предлагали, медицинские бинты, а, может быть, им оружие давайте дадим, поможем, потому что они же и без нас могут его победить. А как же, если они без нас победят, как же мы потом будем там участвовать в восстановлении Украины, получать свой кусок пирога от строительства и так далее. И тогда вам стали давать стрелковое оружие, а потом стали давать тяжёлое оружие, а потом стали давать танки, а потом стали давать ракеты, а теперь вот идёт разговор о самолётах и о том, чтобы разрешить вам бить по территории Российской Федерации, по базам военным, по скоплению вооружённых сил, по командным пунктам, по складам горючего, по складам боеприпасов и так далее. 13 стран уже говорят, да, можно бить по вышеперечисленными вами объектах, законных военных целях. Сергей, действительно, по логистике, по складам боекомплекта, по тому, как Россия и местам, где размещает для очередных волн наступления российские оккупационные войска, остаются, по сути, решения от Вашингтона из сильных игроков касательно разрешения бить атакамцами. Понятно, что они в саму глубь России, но вот как раз по тем военным глуби не надо. Мы по военным объектам, мы не террористы, мы просто не хотим, чтобы на нас шли новые пачки от 200 до 300 тысяч войск. Путин продолжает собирать. И российские пропагандисты уже подготовились. В отличие от Путина, они, видно, какую-то информацию получают, даже если говорят себе, что на самом деле это не так. И нарисовали целую карту, которую назвали буферная зона, на которую теперь смогут достигать и бить ракеты западного образца. Там всё упомянули, атакамцы, штурмшеду, скальпиджи, просто всё, всё-таки. У них есть понимание, у Путина, по всей видимости, нет. И можем ли мы говорить о том, что Путин сыграл сам против себя? Ведь он буферную зону у нас создаёт, так сказать, 2011 год, а теперь она будет создаваться на территории Российской Федерации. Да, Путин вообще играет всегда против себя. Потому что если вы посмотрите на результаты того, что он делает, результатом того, что он делает, является уничтожение населения Российской Федерации. Результатом того, что он делает, является уничтожение экономики Российской Федерации. Результатом того, что он делает, является уничтожение рынка внутреннего Российской Федерации. Результатом того, что он делает, явилось расширение НАТО на две страны, Швеция и Финляндия, которые не собирались даже близко вступать в этот защитный блок. И вообще результатом явилось увеличение бюджета Пентагона и так далее. То есть, на самом деле, у Путина чаще всего достигается обратный результат по сравнению с тем, что он либо прокламирует, декларирует, либо то, что он хочет. Так что в этом смысле действительно здесь тоже такая ситуация складывается. И я боюсь, конечно, что он не отдает отчета вообще, о чем идет речь. Потому что я вам должен сказать, что у меня на нашем канале у нас есть эксперт, полковник французской армии Мишель Гуя, который является одновременно военным историком. И он, например, сказал, что он проанализировал все военные конфликты за последние три века. Нет ни одного конфликта, кроме нынешней войны Российской Федерации против Украины, где стране, на которую напали, запрещают бить по территории страны агрессора. Это вообще исключение. Не было такого в истории человечества, вообще такого не было никогда в жизни. То есть это абсолютный нонсенс. Но этот нонсенс возник из-за чего? Потому что первый раз страна, которая напала, является крупнейшей ядерной державой на планете. И у которой 45% ядерного потенциала планеты. Формально считается. И только из-за этого все и происходят все эти ограничения, которые вам навязывает западный лагерь, который, в принципе, помогает Украине. Но завязывает ей руку и говорит, что вы можете отражать удары, но со связанными руками. Только ногами, головой можете отражать. А руками нельзя. Или, как вам бы сказали, молодежь не очень разбирается в вооруженных силах, но зато в футболе разбирается. Вот вам, значит, фирма «Адидас» дала комплекты одежды и сказала, что вот вы эти комплекты одежды можете использовать только на своей половине поля. А вот если вы хотите туда, на поле противника, то вы должны раздеваться до голая и бежать туда голым. И вообще нельзя вам туда бежать, потому что это чужая территория. Вот он к вам прибежать может, а вы можете защищаться. А если к нему туда, то вы не можете на это поле бежать. И тем более одетыми в эту одежду «Адидас» западной фирмы, которая вас, наверное, снабдила этой одеждой. Вот такая ситуация парадоксальная и абсолютно идиотская сложилась с западной помощью Украины. Судя по всему, Запад наконец понимает, что такая ситуация длиться не может больше продолжаться. И все идет к развязке, потому что вот мы видим даже уже канцлера Шольца, которого Макрон, судя по всему, увидел. Потому что президент Франции Макрон ездил в Германию. И на совместном выходе к журналистам президент Франции Макрон сказал, что французы считают, что надо разрешить украинской стороне бить по вот этим означенным военным целям на территории Российской Федерации. Тем оружием, которое ей дают западные партнеры. Вот Шольц тогда промолчал просто. Ну вот там сегодня и вчера появилось такое сообщение его канцелярии о том, что Германия вроде тоже согласна. Но при этом Германия не хочет по-прежнему передавать вам таурсы для того, чтобы вы ими били по Российской Федерации. Да, тут, конечно, такой какой-то порочный круг. Но, тем не менее, и политико сообщало, и Financial Times вчера действительно, что есть сообщение о том, что Шольц сказал, что оружие может использоваться для обороны как по территории Украины, так и по территории Российской Федерации. Ну и действительно, член республиканской партии Макел Макол, как и мы с вами, говорит, что задавая вопрос и Блинкину, администрации Байдена, что украинцам связали одну руку, не дают им фактически пользоваться тем, что дали. Все-таки Штаты, как вы думаете, после вот этого каскада 13 стран, 12 европейских, Канады также, которые дали добро, тоже перейдут для себя эту красную линию, которую, впрочем, они себе-то, кажется, сами же и очертили, что от России мы уже видели все линии эскалации. Да, я думаю, что они ее перейдут, я надеюсь, что они ее перейдут, потому что, действительно, они сами для себя очертили эту красную линию, ее даже россияне не ожидают, эту красную линию. То есть для них уже давно... Вы вспомните, что они говорили про Крым? Они говорили, не дай бог, что они перейдут до Крыма, не дай бог, даже там патрон, пуля какая-нибудь там пролетит над Крым, все, забросаем вас ядренными бомбами, и все будет... Теперь, значит, уже про это даже не вспоминают. Они просто отогнали весь свой черноморский флот, потому что просто бессмысленно им, они считают, даже на эту тему разговаривать, надо просто спасать те корабли, которые еще остались у них в Черном море, значит, в бухтах Новороссийска, Туапсей и так далее, подальше от Украины. Вот. Очень хорошо, что сейчас эта двухпартийная система работает в вашу пользу, потому что сначала эти сволочи, а они сволочи, и демократы, и республиканцы американские, которые занимались просто демагогией политической, и шесть месяцев не давали вам никакое оружие и никакие деньги, Вот. Потом они, значит, проснулись, потому что у них сейчас выборы, и они понимают, что под выборы и тем, и другим невозможно больше заниматься обструкцией. И поэтому они проголосовали 20 апреля, значит, выделение пакетов 61 миллиард. Вот. А теперь республиканцы даже давят на демократов, говорят, что вы ничего не понимаете, надо, значит, вы связали руки украинцам, вы такие плохие. Но мы понимаем, что это политиканские игры. Но когда эти политиканские игры идут в вашу пользу, то дай бог, потому что нам важен не форма, как это делается, а важен результат. Однозначно. И результаты, по всей видимости, будет. И не только в этом плане. Я вот тоже так полагала сегодня, что это Макрон и своими решителями не только заявлениями, но и действиями он же должен проявлять. Убедил Шольца и снял минус один его страх. У него так много их разных, и исторических, и, видимо, и внутренних, и геополитических. И еще одна линия будет снята, по всей видимости, 6 июня, когда президент Украины Владимир Зеленский с визитом посетит Францию, и так символически к дате высадки дружественных союзнических войск в Нормандии. И, значит, в эти дни, на следующей неделе, Франция может огласить о том, что отправит сотни военных инструкторов в Украину. Действительно ли есть такие инсайдерские информации о том, что Париж планирует объявить о своем решении на следующей неделе? И это тоже, что будет означать? И будет ли какой-то ответ? Потому что, судя с проговоренного, нами выше нет со стороны Кремля. Да, судя по всему, такие вещи проговариваются. Они проговариваются с этим давным-давно. И, больше того, ни для кого не является секретом, что на вашей территории давным-давно есть инструкторы стран НАТО. Американские инструкторы, они были еще тогда, когда готовились при Трампе, кстати, вам начали передавать дживелины на вас, Соединенные Штаты Америки, истратили 2,5 миллиарда на переподготовку украинской армии. И, слава богу, кстати, что это произошло, потому что украинская армия таким образом была готова к отражению российской агрессии, даже не зная, что реально она будет или не будет. И французские инструкторы присутствуют на украинской территории. Это секрет Палишинеля, в общем, это всем понятно, но просто, скажем так, страны не хотели брать на себя прямую ответственность. Теперь Макрон 26 февраля забросил такой пробный камень. Он огромные круги по воде дал, все начали обсуждать это, кто-то там начал кричать и так далее. Но дальше произошло все то, что происходило до этого с различными видами вооружения. Все сначала покричали, потом успокоились, потом стали обсуждать на полном серьезе, потом стали обсуждать еще больше. И потом, значит, уже Литва и страны Балтии и Польши стали говорить, а почему нам не везти наши контингенты, ничего здесь такого нету. И Франция об этом сказала, и постепенно все это дело продвигается вперед, потому что, ну, в общем, я так понимаю, что тактика западных стран – это в том, чтобы подготовить психологически, в том числе, кстати, Российскую Федерацию. Потому что, чтобы не создавалось впечатление, что для нее какая-то неожиданность. Потому что, если нет эффекта неожиданности, то нет и резкого ответа на этот эффект. Это вы знаете, вот как люди, которые работают с дикими животными, знают, что нельзя делать резких шагов. Потому что делать какой-то резкий шаг, то животное сразу инстинктивно на него ответит. А если вы сделаете медленно, ну, вот как вот заклинатели змей, да, вот заклинатели змей, значит, раскачиваются и играют на дудочки. Вот, ну, эта история такая немножко смешная, потому что змеи, как выясняется, глухи, и они, на самом деле, не слышат игры дудочки. Но вот эти движения такие плавные, человек, который с ними, значит, заговорщик, заговоритель змей, вот, они их успокаивают, и они по этому поводу раскачиваются в такт этому раскачиванию человека. Вот примерно так же идет разговор об преодолении этих красных линий. Интересно, да, такая тактика и психологической маневренности, и геополитической, и тактической на поле боя, или даже стратегической, скажем так, прекрасно просто. И как вы полагаете, продолжится ли за столь инициативными идеями и тех стран, которые дают добро на битву Российской Федерации, тех стран, которые будут отправлять инструкторов, а может и не только, если не будет, а ее не будет, как мы понимаем, реакции, то это количество более решительных западных союзников, оно будет нарастать? Дальше надо будет смотреть на реакцию, да, потому что все-таки, когда, так сказать, люди, которые работают в цирке с змеями, мы же понимаем, что у них там выдраны клыки ядовитые, вот, и они укусить их не могут. А вот путинская змея неизвестна, есть ли у нее клыки или нет, да, кто-то считает, что у нее нет никаких ядерных клыков. Идет проверка одновременно. Вот я считаю, что, допустим, удары по двум РЛС дальнего обмечения, это вот такая проверка, есть ли у нее еще клыки ядерные. Удары по аэродрому Энгельс-2, по Дягилево, это были удары, проверяли, есть ли у России ядерные клыки. Вот, и так далее. И, то есть, если убедиться Запад, что у Российской Федерации вообще-то нет никаких ядерных клыков, да, и что их кинжалы и всякие цирконы и прочие сарматы, они вообще не пробивают никакую ПВО, что, кстати, доказали, например, в Израиле, да, когда вот была атака массированная Ирана, то там было сбито 99% того, что летело. Вот, то есть, если это заранее сбивать на подходах, то, в общем, ничего и не долетит. Вот, и на самом деле вот от этой реакции все-таки, ну, гарантировать на 100%, что никакой реакции не будет, нельзя, потому что Путин продолжает играть на этих страхах. И все-таки, скажем так, гарантий 100% отсутствия риска нету никогда, да, потому что можно просто даже в своей квартире домашней поскользнуться и удариться виском какой-нибудь там острый угол и убить себя. Вот, а уж тем более там у страны, у которой есть формально 45% ядерного потенциала планеты. Вот, но насколько он самоубийца, он вообще-то самоубийца, то есть он вообще-то человек, который идет на невыгодные самому шаги. И вот это, кстати, вещь, о которой я все время вспоминаю, потому что, когда он учился в Краснознаменном институте с 1984 по 1985 год в КГБ, там, где готовят шпионы, его после окончания годичного курса не взяли на работу во внешнюю разведку. И ему дали специфическую очень характеристику. Ему сказали, что Путин – это человек, который под влиянием эмоций может совершать нерациональные поступки, которые опасны для него самого и для службы. И нам такой шпион не нужен. И его из Москвы отправили обратно в Ленинград. Потому что он, когда приезжал на каникулы в Ленинград, он там гулял с своим интимным приятелем Ралдугином. И когда к ним прицепились какие-то люди, вместо того, чтобы уйти, просто наступив на горло своей гордости мужской, так сказать, или просто рационально, как шпиону, сказать, что мне не нужен никакой скандал, потому что иначе я не пошлю за границу, Путин полез в драку, ему сломали руку. Все это закончилось приводом в отделение милиции, составлением протокола, и эта бумага ушла в Москву. И после разбирательства ему дали такую характеристику, что это человек, который просто рационально был уйти, рационально было не лезть в драку, но он полез в драку, даже понимая, что ему могут сломать руку, и что ему могут сломать ту самую карьеру, о которой он мечтал, шпионскую карьеру, о которой он мечтал всю жизнь. Но, тем не менее, он в эту драку полез. То есть в этом смысле Путин психологически, КГБ считал, что он очень опасный человек. И вот теперь у этого человека есть красная кнопка ядерного потенциала, которая составляет 45% ядерного потенциала всего мира. И поэтому, ну, понятно, почему западные люди с такой опаской идут на помощь вам. Ну, действительно, правы вы, что есть какое-то ощущение опасности, потому что The New York Times пишет нам, The Washington Post, прошу прощения, пишет нам о том, что все-таки Вашингтон опасается, что недавние удары, которые мы упомянули по установкам РЛС с Воронеж-М, Воронеж-ДМ, соответственно, в Армавире и в Орске-Оренбургской области, они могут обеспокоить Москву, и там может пойти на непредвиденные шаги. При этом почему-то источники Вашингтон-Пост говорят, что эти установки не использовались в поддержку войны против Украины. Но наши эксперты говорят, это пыль в глаза, потому что они использовались, они входят в российскую систему предупреждения, они смотрели и за нашими ракетами, не только лишь. Ну, и Россия, как говорят наши эксперты, она абсолютно все вообще задействовала против нас, для войны, которую она проводит в Украине. Тем не менее, они уже не показывают как раз эти удары по РЛС с другой стороны, что ядерная триада Путина уже имеет дырки в этом аспекте, по крайней мере? Я-то вообще убежден, что эти удары специально были спланированы именно для того, чтобы не Путину, Путин этого не понимает, это понимает в Генштабе, это понимает в Генштабе, это понимает в воздушно-космических войсках, это понимает в Генштабе. Для них были такие удары в декабре 22-го года по аэродромам Энгельс-2, Дягилево и так далее. Для них были такие удары по этим РЛС. Для них были удары 3 мая по кумполу Кремля. Для них были удары рядом с дворцами Путина или рядом с резиденциями Путина. То есть знающие люди в Украине, может быть, даже с подачи западных советников, показывают тем людям, которые находятся вокруг Путина, которые занимаются стратегической обороной Российской Федерации и стратегическим счетом, что у них нет никакого стратегического счета, что все их ядерные цели уязвимы. А это значит, что при одновременном ударе по всем главным хранилищам, например, ядерного оружия, их всего 12 штук, у главного 12-го главка Министерства обороны есть 12 федеральных хранилищ ядерных боеприпасов, данные о которых всем известны. И если одновременно ударить по всем этим 12 хранилищам, то у него не останется и 5% его ядерного потенциала. Если одновременно ударить по каждой из таких установок, а их, кстати, не так много, и это вот одна установка, говорят, значит, вот одна такая РЛС дальнего обнаружения, она охватывает примерно круг 6 тысяч километров вокруг себя. То есть, грубо говоря, если уничтожить 15 таких РЛС, то Российская Федерация просто не увидит, что происходит у нее вокруг, какие ракеты на нее летят, и, соответственно, куда надо бить самой себе. У меня такое впечатление, что, наоборот, это делается специально, чтобы просто знающим людям вокруг Путина показать, что на самом деле то, куда он их тянет, и то, на что он надеется. Потому что у него есть, ну, скажем так, свой вот это, свое-то видение, причем оно неадекватное видение, потому что, например, он считает, что его кинжалы, его цирконы – это такое неуязвимое абсолютно оружие, и, судя по всему, ему просто не докладывают, что оно просто сбивается, Патрио там абсолютно совершенно спокойно сбивается. Хотя ФСБ об этом прекрасно знает, потому что оно посадило 12 человек, которые были связаны с разработкой этого якобы непобедимого оружия гиперзвукового, потому что они сказали, что якобы эти люди рассказали западным странам, как сбивать эти ракеты, какие у них данные, и поэтому они перестали быть неуязвимыми. Но у Путина есть ощущение, и вот насколько люди вокруг него способны его нейтрализовать, вот это вопрос дополнительный. Когда сейчас поменяли министра обороны? В российской федерации есть три человека, у которых есть ядерная кнопка. Это президент, это министр обороны, и это начальник генерального штаба. Вот Шойгу поменяли на Белоусова. Белоусова, вы же видели его характеристику? У него там Дева Мария какая-то. Да, Богородицы какие-то по 7-10 пишут обещания, меняет их секс-гигиена. Да. То есть, с одной стороны, вроде бы, это может быть расчет как раз на то, что как раз он рациональный человек. Раз. И он, ну, по крайней мере, делает вид, что он верующий человек. Два. Да, то есть, что когда встанет вопрос, нажимать ли на эту кнопку с Путиным или не нажимать, он скажет, что я на нее нажимать не буду. Да, потому что вот Дева Мария, Мария мне запретила делать гадости людям, а людям надо делать добро, надо котика кормить, надо маме звонить раз в день, надо соблюдать половую гигиену, вот, и так далее. То есть, вот, может быть, расчет такой был у тех людей, которые ставили Белоусова на место министра обороны. Вот. И вот надо все эти факторы совмещать вместе. Но, видите, здесь всегда есть, так сказать, риск, а вдруг это не сработает так, как это должно сработать. А вдруг они все сумасшедшие. А вдруг, да, потому что оно, в то же время, и президент Украины Владимир Зеленский, не только лишь, говорят, что как раз Путин при всем его сумасшествии настолько боится и любит свою жизнь, что он не пойдет, исходя из этих условий, на использование ядерной кнопки. Или может вот эта игра с разного цвета стульями и ложь самому себе все-таки затмить понимание того, что ответ-то прилетит? Это, с одной стороны, да. А с другой стороны, он же нам сам рассказывал про эпизод с крысой, за который он гонялся с железным прутом. И он сказал, что если крысу загнать в угол, то она может броситься даже на человека, который значительно сильнее ее и вооружен железным прутом. Вот Путин сейчас такая крыса. Вот он сейчас такая крыса. И он, больше того, он психологически, вот опять же, ведь нам же КГБ, говорил, что это человек, который может принять нерациональное решение, который принимает эмоциональное решение, а не рациональное. Вот все, что мы с вами говорим там про уничтожение России, про ее ослабление, про потерю ею богатства своего, про убиение своего народа. Вот он приезжает, с одной стороны, он приезжает в Узбекистан, и президент Узбекистана говорит, вот представляете, Узбекистан такая страна, вот там 30 миллионов населения, причем у них каждый год по миллиону прибавляется население. А дальше вот, если бы был какой-нибудь советник, сказал, а у тебя каждый год по миллиону убавляется население, в том числе из-за того, что ты ведешь эту войну. То есть до этого у тебя был ковид, но тебе было наплевать, а теперь ты сам создал такую ситуацию, в которой у тебя каждый год становится на миллион человек меньше в Российской Федерации. Но ведь никто же ему этого не сказал, и он, судя по всему, сам не способен рефлектировать. То есть он вот, одному человеку говорит, как замечательно у вас, по миллиону прибавляется, и дальше бы он продолжил бы фразу, если бы он был нормальный. А вот у нас, видите, у нас такая сложная ситуация, мы вымирающая нация, и через сто лет у нас не останется ни одного человека на территории Российской Федерации. А я провожу все, делаю все, чтобы убить как можно больше своего населения. Вот он не способен это понять, судя по всему. А кроме Белоусова, и кто за ним стоит, и кто может так же остановить Путина, скажем так? Ну, за Путиным стоит любой его охранник, у которого есть пистолет, и который может просто достать свой пистолет и пустить ему пулю в лоб. За Путиным? Но он же не просто так возвышает своих охранников. Вы же видите, что происходит с Золотовым, с Дюмином, с Зиничевым раньше. Он своих охранников возвышает, он им показывает, что те, кто ему служат верой и правдой, могут стать большими политическими деятелями потенциально. Они, кстати, все очень хорошо зарабатывают, то есть они миллионеры. У них семьи получают удовольствие специальное, им создаются тепличные условия. И поэтому, к сожалению, была надежда, что люди вокруг него что-нибудь делают. Как вот помните, когда погиб иранский президент Рейси, то говорили, там был бортмеханик, у которого семья погибла в результате репрессии этого режима. Но, судя по всему, этот бортмеханик никакого отношения к гибели этого леталюта не имел. А может, кто его знает? Как тот туман и кто сквозь него пролетал, имел отношение. Сергей, спасибо вам огромное. Значит, боится Путин, и вокруг этого мы поняли, как ни крути. И вокруг него есть те, кто готов положить этому конец. А дальше ставим три точки, будем за этим всем наблюдать. И за тем, как разворачиваются события, конечно же, так же и внутри Российской Федерации, и вне ее пределов, кто готов вне России, тоже покончить с диктатором раз и навсегда, и с подобными ему. Я благодарю вас за этот конструктивный и интересный диалог. Спасибо вам за ваше время. До новых встреч в эфире 24-го. Спасибо. До свидания. Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки РФ, был вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Сергея. Можно найти его в описании под этим видео. И Сергей Жирнов нас уже почти 7 миллионов, и ваша подписка прибавляет нам настроение, а также позволяет нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя. Увидимся и победим.